Друзья, Алина Жридова, мне кажется, попала в свою эстезю, потому что она тоже любит читать. В Ростове-на-Дону, буквально недавно, 16-го, если не ошибаюсь, ноября, состоялся финал... В прошлое воскресенье. 16-го ноября? Да, молодец. В субботу прошло. Да. В воскресенье. Состоялся 16-го ноября, в общем, друзья, состоялся финал рэп-баттла. Который проводился в Ростове-на-Дону, соответственно. Да. Не хочу, хочу, чтобы ты, ты же любишь, красиво это делаешь, подаешься, рассказываешь, давай. Ну, компания iRecords, лейбл iRecords, который, собственно говоря, проводит фестиваль живой музыки R&D Live 2014 в Ростове. Ну, параллельно, еще не только его проводят, но и проводила среди исполнителей рэп-индустрии. Тоже фестиваль R&D Battle, он назывался. Есть еще, там очень тяжелая такая ситуация совсем. В общем, финал прошел, финал прошел в прошлые выходные. Сегодня у нас в гостях совершенно необычные гости. Вы заметили, что барабаны не стояли, гитары не стояли, обычный диван, как все, все, как по будням. А барабанщик-гитарист есть. Да, барабанщик-гитарист пришли. В общем, рэпер у нас сегодня, друзья, в гостях. Так просто я скажу. Значит, давай распираться. Это Талиман, да, вот. Победитель R&D Battle в Ростове. Ну, доброе утро. Главный кубок у него, получается. Егор. Егор, Егор. Тогда Талиман, он Виталий. Ну, все, друзья, забудьте, что он Виталий, он Талиман. Да. Егор тоже забудьте. Это, получается, Егор у нас... Егор. Егор. Егор у нас Егор. Егор. Победитель фристайл-баттла. Не Егор, а как вот все-таки вот. Егор. Правильно, через точки. А, E.G.O.R. Да. То есть надо говорить Е, Г. Ну, чтобы я... Это подумать, что умственно отсталый. Это все давно уже так думают, ничего страшного. Ребят, ну, хочешь чуть-чуть. Для начала, вот, не будем о финале, будем вообще о процессе. Сколько времени все это длилось? Насколько это было плотно, да? Или это у вас в понедельном отдыхали, а потом выступали? Как это все проходило? Ну, проходили много этапов отборочных раундов, в которых принимали участие. Там примерно вот 20 команд, 25 в каждом отборочном. Команды разные были по количеству, да? Там один человек, пять, пять. Ну, команда, это как бы от одного человека, и там уже 3, 4, 5, и всех по-разному. Там было где-то 170 было в начале. 170 человек? Ну, да, если так. Отборочных было 5 штук. В итоге, ну, вот в полуфинал вышло сколько? 30? 27. Да, 27. 27 человек. Полуфинала и из полуфинала проводил. И 27 человек было. Мой уровень проводил у нас пятничный эфир в прошлый раз. Вот, и в финале было уже 17, из которых, ну, только трое победили. Четвертый победили в фристайла. А условия, вот получается, что там были какие-то заданные условия, и обязательная программа, и потом произвольные, или как? Ну, нужно было исполнить просто свои песни. Вот. Не было никакой тематики, то есть, тем мы не давали свободные. Главное, чтобы это было, ну, хорошо исполнено. Да, смотрели на кадры. Ну, цензура, само собой, без мата, как бы, и не затрагивающие там различные темы. Политики, религии и тому подобное. Тут было даже такое, да? То есть... Ну, как бы, да. Как все серьезно, так и... Да, да. Вот я не совсем понимаю, да, вот победители фристайл-баттла, победители рендер-баттла. То есть, получается, что были как номинации, да, какие-то в общем? Ну, одна номинация, победители баттла, это по трекам тот, кто победил. Фристайл, это когда человек сочиняет на ходу, ему дают тему, и он сочиняет. Под бит или без бита. Под бит лучше. Не особо важно, но лучше под бит, да. То есть, было такое подразделение. Допустим, Егор не смог выиграть, он зато победил во фристайле. Все равно ушел с победой. То есть, человек мог участвовать там и там? Да. Да, конечно, в любой мог. Просто выбирали в финале, к примеру, четыре человека баттлилась по фристайлу. Именно те, кто в прошлые разы себя в отборочных фристайле показали хорошо. Я правильно понимаю, что это мероприятие, что-то вроде вот в фильме «Восьмая миля» Эминем? Да. Ну, приблизительно. Все, я разобрался, друзья, все, теперь все понятно Эминем, Эминем. Буквально пару минут привьемся на прогноз погоды и курс лауре, а потом еще немного почитаем. У нас есть четкая установка, друзья, сначала задать вопросы, хотя я уже, честно говоря, очень хочу услышать непосредственно, как бы, я не попал на непосредственно «Рэдбат», вот хочется ощутить атмосферу. А мог бы, да. Ну, вопросы, значит, вопросы, как давно, с чего началось, зачем вам это вообще? Давай, кто начнет отвечать? Егор-Егор или Талиман-Виталий? Да, Талиман, давайте. Пусть задает вопрос, отвечает Егор-Егор. А, сейчас я не ожидал. Ну, началось, в принципе, сам рэп. В школе еще. Я думал, сейчас историю рэпа будет рассказать. В Нью-Йорке? Да, в Бронзе, в Южном Бронзе. Да, да, да. То есть, это получается, что школьный свет еще? Ну, как, это баловцом было, можно сказать, просто рифмовал. А переросло в что-то больше, чуть позже, когда начал заниматься спортом, и после спорта уже вот решил, просто бросил спорт, получилось, из-за травмы, и решил заниматься уже так, подкован. Каким спортом? Баскетболист. Баскетболист. Вчера мы вспоминали... По странам не споняла? Нет, вспоминали... Я не смотрела на брюки. Вспоминали первый баскетбольный матч, наверное, как муж обучал жену игре в баскетбол. Хочу... У меня такой необычный вопрос. Для того, чтобы рифмовать сходу, нужно обладать большим словарным запасом. Конечно. Много читаете? Да, люблю книги. Какая любимая? Голова профессора Доволин. У меня вопросов пока к Егору больше нет. Сейчас кто-то позвал с кухни жену. Смотри, тут на самом деле не то, что ты думала. Все-таки, да, я добью... У меня было несколько вопросов. Ты на самом интересном новости остановила. К чему, зачем все это? То есть, это образ жизни, какие-то есть цели? Или все-таки сейчас просто нечего делать и почитаю-ка я? Вот какие версии? Ну, это больше как, наверное, стиль жизни. Это нравится, это делается. Я, к примеру, могу идти по улице и просто рифмовать нерифмовые вещи с друг другом, просто потому, что мне хочется. То есть, это, ну, это в кайф. Друзья, если встретите в городе бывшего баскетболиста, который идет и сам с собой что-то рифмует, это, в любом случае, Егор. Немного позже, тот же, те же самые вопросы примерно я хотел бы задать и Талиману, но сейчас все-таки... Сначала он выступит. Да, давайте что-нибудь послушаем, кто-то из вас, кто, ну, наверное... Кто будет исполнять. Немного победителя РНД Баттла. Поприветствуем! Да, давайте все, о чем все кому-то попросили, сами-то. Что нам исполнишь, что это такое? Трек называется «Дышать легко», ну, о чем эта песня сейчас услышите. Все, все. Шагом спокойным не спешат, иду туда, куда ведет душа, и пусть в карманах нет ни гроша, мне это не помешает быть в ваших ушах. Ведь впредь ждать не стану чей-то похвалы, чтобы дать жару в этой суете, где и я тоже. Ради прихоти своих не зубов из кожи, купить подешевле, подороже продать. Смысл жизни не в этом, я это смог понять, хотя летом и в зиму гну спину, жду, не дождусь, когда этот груз кину. Ну а пока борьба, быт и суета, с утра до ночи, с ночи до утра, с верой в то, что перемены рядом, с верой в то, что мне это правда надо. Дышать хочу легко я, душа бросит покоя, но жизнь как поле боя, и я этой жизнью болен. Дышать хочу легко я, душа бросит покоя, но жизнь как поле боя, и я этой жизнью болен. Вот она, воля моя пополам Разорвала душу в клочья по кускам И больше нет там, ни огня, ни света Время нажало на стоп без хэппи-энда Я живой мертвец, чувства погасли Ведь моя любовь утонула в слепой страсти В сплое ревности, что я пропитал Самого себя и ее, и все потерял Вакуум внутри заполняет пепел Воспоминаний, что теперь, как ураганный ветер Разносится по телу, бурля в крови Любовь всей жизни стала болью внутри Моги каждый день, кошмар каждая ночь И вряд ли время с этим сможет помочь Гоню мысли прочь, дыша глубоко Мне нужно отдохнуть немного, вот и все Дышать хочу легко я, душа просит покоя Но жизнь как поле боя, и я этой жизнью болен Дышать хочу легко я, душа просит покоя Но жизнь как поле боя, и я этой жизнью болен Дышать хочу легко я, душа просит покоя Но жизнь как поле боя, и я этой жизнью болен Не хлопай Подожди, я захотел сказать Талиман с нами, ЕГОР тоже здесь Я еще много чего могу делать Мы сейчас прервемся на небольшую паузу Но перед этим все-таки Не буду ничего спрашивать Ладно, давайте прервемся на небольшой экскурс В выходные, что нас ждет на выходных с вами Какие интересные классические, культурные события Классические говорят В афише Рэперы, на самом деле, они размножаются Не знаю Я боюсь представить, что будет в конце эфира Можно переписать Если была бы запись, было бы хорошо Прибавление у нас в коллективе В нашем сегодняшнем гостевом Тихий Эл Доброе утро Который занял второе почетное место В конкурсе рэп-исполнителей Эрен Де Баттл Который проходил вот-вот недавно В сентябре начался, да, по-моему Они сидели, видишь, вместе там победители А здесь как бы чувак Егор А здесь Егор-Егор Здесь просто Егор-Егор Мы тут уже начали У нас такой между собой Послушали Талимана Вот я просто быстренько Сейчас сразу же с места в карьеру, как говорится Существует такой стереотип Это правда Рэп, значит, все Ты дерзкий парень Ты с района Ты там, я извиняюсь Там за жаргон отжимаешь мобилку Ну, я имею в виду Почему? Ну, не знаю У меня бабушка, когда видит рэперов на телевизоре Всегда говорит, что это хулиганы Егор-Егор читает книжки Вот я хочу узнать Да, помимо того, что книжки читаете Как еще? Он не отжимает мобилу Он книги читает Подтвердить, либо наоборот Разрушить этот стереотип Или стереотипы это вообще? Того, что рэперы-копники? Вот! Вот, пришел, сразу все ясно Нет, ну это, конечно, не так Большая часть это стихи Так что поэты идут, музыканты А то, что все дерзкие Это в зависимости от жанра Ну, и стиля музыки От того, кто как живет Поэтому каждый делает то, что у него по жизни идет Такие вот А чем вообще занимаетесь-то в обычной жизни? Ну, я, например, работаю Помимо того, что музыкой занимаюсь Так Ну, так же музыка, работа Как выпадет В основном музыка как-нибудь Егор вообще с Магананом А Егор баскетболист просто Бывший уже Не надо, ты сейчас на больной Почему? Я играю Играешь? Да, не знаю Смотрите У меня всегда интуиция лучше, чем у тебя Ты штаны не заметила даже У меня интуиция, мне не нужно Как на ваших рабочих местах Относится к тому, что вы читаете рэп? К начальнику пришел и отчет такой годовой выдал Ну, допустим, у меня не все знают о том, что я читаю рэп Ну, сейчас уже, в принципе, все Но какое-то время я просто никому ничего не говорил Ну, не знаю Смысла в этом особо не видел Двойной жизни живется Кто-то смеется, кому-то нравится Кто-то приходил на выступление Поддерживает, как бы, следит за творчеством Ну, а так, не знаю Все по-разному Как бы от людей зависит В принципе, и хватит У нас тоже от других людей некоторые вещи зависят Да, у нас сейчас очень-очень важный момент Мы придем в небольшую рекламную паузу После чего обязательно кого-нибудь еще послушаем Кто-нибудь что-нибудь почитает Ну, давай, задавай вопрос Ты же хотела вас задать? Да Тихий Эл к нам присоединился А почему тихий? Тихо говорите Так, а можно вот так ответить? Знаешь, тишина может убить Может дать знания Сама вещая, зло ли я Свет на дно ям Ин или янь Вот так вот Пока ты приходишь Я вообще не так глубоко копала Тихий, громкий А тут свет, зло, инь, янь Меня пока только Только Виталий радует Тут читает Голова про здесь довольная Здесь тоже сейчас бах Из-за вида Ну, на самом деле, друзья Пока все радуют Потому что это у нас не просто Просто мы ожидаем 170 человек Микрофонов на 170 не хватит У нас нет столько Поэтому нужно выкидывать Ребят послушать Дабы Успокоиться немного Давайте послушаем Кстати, вот Тихий Эл Второе место Что ты нам приготовил сегодня? Что ты нам исполнишь? Представь трек И после этого, собственно говоря Выйди-ка, доспой-ка С отборочного раунда Трек Ты моя необходимость Такой личный, лиричный Ну и красивый, наверное Сейчас мы это и узнаем Наверное или нет Уже можно начинать? Ты моя, нет Тебе тело и душу отдал Будет густой туман Чувство наше, маяк Я твой, ты моя Я в тумане, ты маяк Все вон с корабля Ты же прижалась ближе Я с неотекаря Выкрил режим дикаря Чудо, смотри мне в глаза Слова станут лишними Стали ближе в мыслях Пошутили, отдыхались Теперь есть наша Мы дошутились, доигрались Прикинь, клык ставлю Чтоб все ржоки Мурашки по коже Я твоего люблю на ухо Шепота моя считает До встречи, секунды, минуты Идут слишком долго Адки, долго Мука Хочу растить наших детей И воспитывать внуков Возможно я спешу Но от души хочу так А пока живем сейчас Тик-так, тик-так Все во власти нашей Да будет так Мне тебя вечно мало Тик-так, тик-так Я твой, ты моя Да будет так Да Ты моя необходимость Мадам Тебе тело и душу отдал Будет густой туман Чувства наши маяк Я твой, ты моя Да Ты моя необходимость Мадам Тебе тело и душу отдал Будет густой туман Чувства наши маяк Я твой, ты моя Я твой, ты моя, значит свет нам не нужен Вместе рай, смесь рвная, выкинь слухи, как мусор Таковая жизнь без лжи, увы, то густо, то пусто Но ты запомни три слова, наша мы вечность Наша жизнь честность, значит без груза летаем В твоих глазах ей вселенная, я в них пропадаю Наша мы все, но будет и грусть и веселье Твой волчонок, тот как перо, тот как Есенин Ты есть мой свет, счастье подарено я свыше Я не молил о тебе, но был услышан Вой тихий по ночам, я ждал лезвия палача Дышал час, а ты остановила время Ведь теперь живем сейчас Тик-так, тик-так, все во власти нашей Да будет так, мне тебя вечно мало Тик-так, тик-так, я твой, ты моя Да будет так, да, ты моя необходимость, мата Матам, тебе тело и душу отдал Будет грустой думан чувство наше маяк Я твой, ты моя... Да, ты моя необходимость, мата Тебе тело и душу отдал Будет грустой думан чувство наше маяк Я твой, ты моя, да. Я твой, ты моя. Это был громкий, тихий, громкий, тихий L. У нас небольшая пауза, потом продолжим. Неумолимо мы стремимся к цифре 170. Их уже пятеро, друзья. Пока мы отвлекались на небольшую паузу, появились еще два человека. Они приходят и приходят. Не делайте больше пауз. Почему бы нет? У нас закончился диван. Так, значит, разберемся. Одного я раньше видел, второго я раньше не видел. Сейчас будем представляться, представлять. У тебя есть что-нибудь о каком-нибудь? Или это новенький? Илья, ну представляй, давай уже, рассказывай про всех. Ну, рассказать про всех. Это все призеры, финалисты фестиваля R&D Battle. Это рэп-фестиваль, который совсем недавно закончился. Буквально в это воскресенье прошел финал. И как обещал вам неделю назад, я привел сюда победителей, финалистов, ребята, которые заняли первое, второе, третье соответствующее место. И Егор, это победитель фристайл батла. С Егором мы уже вообще отдельно познакомились. Ты же в более серьезной работе. А почему Shadows из Nisqe сразу заводишься? Ну, не секрет, конечно. В далеком 98-м, когда рэп развивался в Ростове, ребята занимались под этим названием рэпом. Вместе, начиная с бастой, кастой. Объединение просто называлось кастом. В него ходила группа Shadows, что с английского означает «тени». И просто унаследовал у людей, и вот продолжаю. Не было звонков еще? Ну, в смысле, они разрешили пользоваться или позвонили? Все, все четко. Все официально, все легально. У меня даже есть тексты на печатной машинке 97-го года. С росписью, с печатью, соответственно. Ну, там отворения какие-то были, отпечатки пальцев, а так больше никаких росписей не было. Я вот знаете, кстати, чем больше, тем вопрос мой все лезет и лезет наружу. Несмотря на то, что мы убедились, узнали, что рэп – это вот на самом деле все абсолютно так вот лайтово, так вот хорошо, светло. Это не то, что, может быть, многие думают. Это стереотип, что рэперы такие грозные дядьки, такие хулиганы. Тем не менее, вот первое, второе, третье место. Я сейчас про Егора действительно пока помолчу, потому что мне интересно, вот объявляют победитель, первое место называют непосредственно Виталий. Второе, третье. Вот есть ли у вас все-таки больше развито в рэпе братство или вот что-то есть такое, что вот гад, а как он… Сейчас мы выйдем и разберемся, да? Ну, ответьте, я думаю, у всех есть по чуть-чуть всего. Есть братство, есть единство, потому что фестиваль, он вообще направлен на то, чтобы объединить людей, чтобы творчески вырасти, и многие исполнители росли от отборочного к отборочному турам. Они лучше и лучше делали. И вот Виталий Талиман яркий представитель этого, потому что он участвовал в прошлом году, он хорошо себя показывал, лучше и лучше. Но были исполнители, которые превзошли его в том году. В этом году… Он превзошел всех, победил. Да, он сделал выводы, он… Вот он от тура к тура готовил все время новые песни, и они постоянно росли, и к финалу мы все сидели в шоке. На финале Виталия показал три песни в разных стилях, абсолютно новые, абсолютно свежие, и все были в полном восторге. Весь зал его поддерживал, весь зал облодировал. Ну, заслуженная там максимальная оценка всех четырех студий получилось. А как вы вообще относитесь к другой музыке? К классической музыке, я не знаю, к русской народной? Прекрасная музыка, кроме какого-нибудь металлического, там, рока, я думаю. Это осторожнее, в этой студии тут с такими словами нужно быть осторожнее. Сейчас та женщина, которая начали эфиры с кухни позвали, она встала и ушлась. Ребят, просто к чему она спрашивает? Дело в том, что недавно у нас в Рослиндону была Наталья Арейра, кстати, буквально чуть ли не сослала. Знаете, такой вообще или нет? Я пытался, стал миску с ней записать, не получилось. Вот, пожалуйста. Просто мы сейчас приверемся на небольшую паузу. Пауза будет заполнена, разумеется, прекрасно. Наталья Арейра. Наша Наташа. Да, наша Наташа, репортаж о том, как она приезжала в Ростов. Друзья, последние две минуты непосредственно за кадром прошли у меня под крики «Гречка, гречка, гречка». Алина пытается Егора уговорить прочитать нам про гречку. Ну, Егор пока может подумать, потому что у нас буквально через пару минут прочитает свое гречение. Он может про соль еще. Соль тоже сметают с прилавков. Тоже, да? Да. В общем, у тебя есть две темы. Продуктовый набор такой. Прежде чем мы перешли к следующему этапу, к очередному треку. Вот такой вопрос о непосредственно асоциальном, кстати. Вот как относится, ну, про работу мы узнали, как относится вообще общество? Как ваши семьи относятся, домашние, к тому, что вот вы читаете рэп? Потому что, ну, я понимаю прекрасно, что люди творческие, это, во-первых, уже вы приходите домой, не всегда, ну, в какое-то определенное время там зачитался, загулялся с ребятами, там, записались. Как семьи относятся к вашему увлечению? Егор в библиотеке задерживается. У всех, спрашиваю. У всех тех, кто может говорить. Есть такая немножко комедийная история. У меня была бабушка, царство небесное, и она как-то однажды маме сказала, мама спросила, где Андрей, а бабушка сказала, он ушел куда-то в библиотеку. Почему? Говорит, ну, он там что-то будет читать. Ну, вообще все позитивно относились, потому что бабушка думала, что я развиваюсь как-то там духовно, а я вот рэп читаю. Ну, мы выяснили, что, чтобы читать, нужно прочитать до этого много книг, потому что словарный запас. Это только в плане Егора, подожди, все, не факт. Не факт. По крайней мере, сейчас я знаю, что он еще и Андрей. Да, кстати, прогарился. Почему, может быть, вы знаете историю, а может быть, вы просто на своем примере скажете, почему у всех у вас, ну, кроме вот Егора, опять-таки, хотя у него тоже все закручено, почему у всех у вас появляются какие-то псевдонимы? Почему не выступаете под Андрей, там, Литая? Почему? Ну, вот, зачем это надо, вот, откровенно, честно? Да, я думаю, это было принято еще в те моменты, когда зарождался рэп, когда зарождалось это как творческое, как музыкальное направление. Тогда было принято, что исполнители эстрады выступали под своим именем, а исполнители уличной музыки выступали не под своим именем, а под своим никнеймом. То есть больше дань традиции такая? Это дань традиции, которая сохранилась до сих пор, и если вы слушали рэп русский или нерусский, знали бы, что под своим именем практически никто не выступает. У всех никнеймы, у всех исполнителей почти никнеймы. Даже у Егора его имя по буквам, аббревиатура по буквам расшифровывается. Я, честно, хотел просто имя, фамилию оставить, и все. Не разрешите? Да. Пришлось точки поставить? Нет, мы взяли его имя, расписали по полочкам, получилось, что свободу дает только рэп. Это в транскрипции с английского аббревиатура. А там про гречку? Да, про гречку, да. Вот, кстати, вот сейчас всплыл такой момент, который немного позже. Я обсужу, опять ухо мне говорит. Хочу я спросить очень, уже большая тема у меня такая. Ну, давай спрашивай. Оставим, ну ладно, ребят, оставим после эфира, если что, вдруг. Ну, мало ли. Все, пускай читают? Да. Итак, друзья, прямо сейчас третье место рэп-баттла, тот самый Шэдоус. Что сейчас будет? Что прочитаешь? Как называется? Песня называется «Эпицентр легенд». Выступал с ней в финале московского «Я артист» был такой конкурс. В 2014 году тоже вышел в финал, но тоже не победил. Как тогда, сказали, что сильно текста такие, ну, не знаю, некоммерческие. Как и сейчас? Ну, сейчас изменилась музыка, как минимум, от этой песни. Ну, и текст чуть-чуть уже под изменен, и внесли коррективы. Ну, вообще, читаю вдвоем с человеком эту песню, но буду сегодня один. Послушаем, давайте. Ну, давайте. Это похоже на яблоки на стыгу. Из эпицентра легенд летит мое послание, Где крыши серых домов хранят свое молчание, Где невозможно верить, и хочется, и кричает, Но стрелки на часах, увы, не повернут спять. И только на груди тепло меня хранит распятие, Это не признак веры, не мера покаяния, Это намного выше, чем просто миф-утопия. Она страшнее, чем страх, опаснее, чем тайфобия. И только с этой силой творю свое искусство. Оно бывает пресным, но никогда искусственным. Не искушенный лаврами, не воспетый в повестях, Не искупавших прелестях, не теряя гордости, А да и у почести, кто живет по совести И не стремится делать по жизни только подлости. Меняясь изнутри, закрыв свои границы, Все так же восхищаясь полетом вольных птиц. Из эпицентра легенд я выношу на свет То, что хранил в себе пару десятков лет. И пусть кого-то пугает, О репе сердца однажды анимею, Но пока здесь я. Из эпицентра легенд я выношу на свет То, что хранил в себе пару десятков лет. И пусть кого-то пугает, О репе сердца однажды анимею, Но пока здесь я. Моя тишина, в окружении дыма, Железобетонные палатки, И люди мимо суета больших городов Испокон веков передается по наследству И меняет кровь семь долгих лет назад Жизнь с рэпом я связал, теперь этот один финал Расставить все здесь по местам Слушать время не основано на братстве И нет выхода, и нет повода сдаваться Я не привык бояться, не разучу задраться Нормальным рэпом раскачать я рад стараться Помешана тишина на басовой музыке Истерика андеграунда, цель всей публики Взаимодействие баса и акапеллы провоцирует эффект Желтко взорванной системой, не пытаясь убежать От объективности выбора мой эпицентр легенд Выбрал меня именно из эпицентра легенд Я выношу на свет то, что хранил в себе пару десятков лет И пусть кого-то пугает, раритмия сердца Однажды анимею, но пока здесь я из эпицентра легенд Я выношу на свет то, что хранил в себе пару десятков лет И пусть кого-то пугает, раритмия сердца Однажды анимеют, но пока здесь я Спасибо, спасибо Шэдоуз, друзья, это шэдоуз, бедные наши операторы Как я, да, операторы, как будто у нас Ты будешь или я? У него есть вопрос Ну давай ты, а потом я Значит, ну с простого Получается, что для того, чтобы читать рэп, нужна хорошая дикция Вы занимаетесь, получается, по утрам встаете, берете зубочистки Или как у вас? Или на самом деле не обращаете внимание Когда пишешь тексты, ну вот сами тексты, когда приходите в наум Ну многие, я видел там, ну пацаны тоже думают так, наверное Многие рэперы, они так строят тексты, используя много сложных слов Есть просто построение, рифмы разные Есть, как у поэтов, строчка, вторая рифма и будет заканчиваться А у рэперов там на дворе трава, у братвы там, дрова какая-то Дрова какая-то И все из-за этого только зависит Она вот, не знаю, у меня вырабатывалась просто в процессе Я начинал читать рэп в 16 лет Там не то, что дикции не было Там, ну, мысли как-то, ну, как-то выражались Не гнулись Как у нас сейчас уже В принципе, я зря так думаю, что вы с зубочистками просыпаетесь С пробками Просыпать напитков всевозможные Нет, чем больше просто занимаешься, тем лучше получается Вот я так и знала, что ты это скажешь После головы профессиональной Вот я ничего другого Чем больше разговариваешь, тем больше получается разговаривать Да, практика Привет, Виталий, в речку отец Я надеюсь, что у меня еще есть время на один вопрос Есть, да, есть время Начали разговоры об этом Извини, уже начали Буквально пару минут назад Я решил продолжить по поводу русского рэпа Я уверен, что для вас не секрет Давай, истории Я уверен, что для вас не секрет Наверняка о том, что в народе вообще Русский рэп, мягко говоря, не любят Я не говорю конкретно вот наш, ростовский Просто, вот, знаете, вот там слушают и говорят Ой, русский рэп не там То есть, вот как вы думаете Действительно ли Русский рэп, он все-таки находится на подъеме И вот вы, грубо говоря, его поднимаете сейчас Или вам, вы на самом деле считаете, что все классно У вас в России самый лучший рэп Можно я секрет один маленький открою? Так Русский рэп слушает молодежь Это, ну, как известно, психологически молодежь Это вот противостояние, споры Та информация, которая проходит Особенно в социальных сетях Посты, что русский рэп это никуда не катит Не годится Это, грубо говоря, черный пиар Это у молодежи, которая слушает рэп Вызывает еще больше интерес к рэпу Как вызов противостояния Хотя на самом деле рэп очень популярен Как в России, так и за рубежом Эта культура с 90-х вникла в музыку И вникла очень серьезно Используется везде Просто разнообразие рэпа настолько обширное Что есть даже несколько стилей рэпа Просто разные стили, разные направления И он настолько популярен Как в Ростове, так и в любом другом городе Собираются стадионы На концертах известных рэп-исполнителей На фестивалях крупных Я так считаю, что это черный пиар Чтобы больше людей собрать Мы ужасные ведущие Я решил просто пойти по этому пути Хотя это не за самыми Я сейчас почти как рэп слышал Я решил пойти по этому пути Буквально, друзья, через пару минут И узнаем, что такое фристайл Послушаем победителя фристайл-бар Это буквально через мгновение 2 У нас утренний телеканал Ростовской области В прямом эфире И не только у нас, но и у вас В ваших телевизорах Пятница, 21 октября И у нас сегодня интереснейшие гости Победители РНБаттла Который вот состоялся Финал которого состоялся в минувшие выходные И возвращаемся в студию Только живой звук, друзья Да, только живой звук Про фестиваль еще, да? Вот он уже прошел Еще раз давайте напомним организаторов фестиваля Организационная команда Это группа 27 уровень Которые входят в лейбл iRecords Непосредственно в фестивале РНД Баттл Как и в фестивале РНД Лайф Фестиваль живой музыки Это все проходит от Александра Полякова От лейбла iRecords Вопрос такой Я не слышала вообще Допустим, у нас очень много ресторанов Или еще что-то, клубов каких-то Где могут музыканты с гитарами С барабанами прийти И показать свое мастерство И выступить Для рэперов что? Какая-то площадка есть? Хоть одна в городе? Ну, площадка это Площадки есть, разные клубы На которых выступают Иногда проходят в маленьких заведениях Но рэп Немножко другого формата, наверное, музыка Не столь развлекательная Чтобы проводить ее в барах, в кафе, в ресторанах Не знаю, не соглашусь Представляю себе, я пришел с девушкой в ресторан На сцену выходит Егор Ну, в клубах Просто понимаете, я хотел тебе рассказать В этих всяких ресторанах люди там Ну, встают девушку на танец приглашают Да, и танцуют там Небо над землей А тут встает девушку, приглашает Подходит по сыру, начинает просто Мне кажется, это отличный вариант Предлагаю заняться этим сразу После небольшой паузы В виде гороскопа На сегодняшний день, 21 ноября Друзья, у нас в гостях Представители Оргкомитета Непосредственно участники Фестиваля РНД Баттла Победители Первое, второе, третье место Еще и победитель Фристайл Баттла Уже время поджимает Поэтому мы, разумеется, Фристайл Сейчас, буквально через несколько секунд Нас смотрят разные люди И дети смотрят Вот интересно, точнее, интересно Я хотел бы, чтобы вы сейчас Обращаясь непосредственно к ним Или, может, к их родителям Донесли в небольшом предложении Желательно Мысль, да, вот по поводу Рэп-это неплохо Что это хорошо Что этим надо заниматься Давайте, ребята, все Ну, в общем, короче говоря Сам текст, что это вам рассказывает Да, я думаю, ребята со мной согласились Рэп-это поэзия Это стихи Только мы их ложим на музыку И делаем в определенной форме Это называется речитатив А так, это та же самая поэзия Все так же пишется Сами выбираем тему Сами пишем стихи Вложим на музыку Определенный ритм С хорошей дикцией Под речитатив Так что, рэп-это хорошо Не наказывайте, а поощряйте Это определенный пласт культуры Боэт, друзья, для вас В финале нашей программы ЕГОР Сейчас со своим фристайлом Победителем фристайла батла Пока он не начал что-то читать Мы попрощаемся с вами Потому что завтра выходные Уже до понедельника В 6 утра в понедельник Здесь же, на этом же месте Хорошее настроение Пока-пока Сема у Егора очень простая Баттл, рэп, утро В общем, сам выбирает Что-то хочет Давай-давай Всех с добрым утром Читать без бита Это, если честно Моя ахиллесова пита Тут сидят сейчас мои друзья После рэнде батла Они, кстати, возможно Даже чуть-чуть Моя семья И я рад, что встретил Этих людей Они подгоняли меня Давали мне плетей Научили меня читать Немного лучше И теперь я стал реально лучше Читаю строки на ходу Не знаю Постоянно что-то говорю Может быть, даже иногда Задумываюсь Но никогда не туплю Рэп — это хорошо Слушайте рыбчину Потому что рыбчину делают Настоящие мужчины И если честно Читайте книги побольше Тогда у вас будет Развиваться ваш мозг Я думал, хватит 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 Я думал, хватит